Из-за людских проблем страдают животные. Более двухсот кошек и собак в приюте для бездомных животных могут замерзнуть зимой. Фестиваль близнецов, детский карнавал, встреча с Натальей Варлей. Стала известна программа Дня города. Идеальные прически, макияж и одежда. Остается ли у ярославских красавиц время на добрые дела и саморазвитие? Международный день красоты сегодня. Здравствуйте. В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Юлия Тихомирова. Собаки и кошки ярославского приюта Вита могут замерзнуть зимой. На их судьбу может негативно отразиться конфликт работников и волонтеров. Добровольцы утверждают, приют захватили любители наживы. По их словам, собаки и кошки страдают от отсутствия ухода, еды и лечения. Работники приюта с обвинениями не согласны. Валерия Сыромятникова разбиралась. Елизавета Кузнецова – волонтер. Ходит в приют для бездомных животных Вита по выходным и уже три года. Каждый раз девушка без страха заходит к четвероногим в вольер и общается, чтобы те привыкли к людям. Социализация – важный этап, особенно перед тем, как отдать животное новым хозяевам. Мы обратили внимание на собак, которые вообще не гуляют. Им хочется, но страшно. Мы приезжали каждое воскресенье, заходили в эти вольеры, сидели, разговаривали, кормили вкусняшками. И, конечно, не обошлось без укусов. Это тяжело. Но, тем не менее, на данный момент у нас гуляют уже больше 15 собак, которые никогда не гуляли до этого. Не гулять, по словам Елизаветы, собаки могли месяцами, рассказывает работники приюта, попросту не выводили животных на прогулку. Все свои дела хвостатые делали прямо в вольере. На момент приезда съемочной группы в приюте чисто, но добровольцы демонстрируют другие кадры. На одной из фотографий в вольере видно даже мертвую крысу. Директор приюта Ирина Новикова существующие проблемы проработников знают, но влияния на сотрудников не оказывает. Я не могу их приструнить, потому что, честно скажу, я уже всем говорила, это не оправдывает ни в коем случае меня. Я не руководитель, у меня не тот характер. В свою очередь сотрудники утверждают, за работу в приюте им не платят, но даже при этом условия обязанности они свои выполняют. Находимся круглосуточно здесь, потому что приют без присмотра даже на ночь не оставишь. Бывают, ходят посторонние люди, зарплаты нет, я не имею ничего с приюта, я на добрых началах. То есть вы чиститесь как работник? Я просто убираю все кошек. Ну и здесь сведения расходятся. Директоры и волонтеры утверждают, что свои договорные деньги за труд работники получают. Полторы тысячи рублей в сутки. Кстати, к вопросу о деньгах. Добровольцы недоумевают, куда уходят средства с пожертвований. О том, на какие цели эти деньги расходуются, мы не знаем. В настоящее время в социальных сетях постоянно публикуются посты о том, что заблокировали группу ВКонтакте. Это группа по непонятным причинам. Так вот, группа ВКонтакте была заблокирована потому администраторами этого сайта, что по всем собранным средствам никакой отчетности приют предоставить не смог. Директор рассказывает подтверждение тому, что все средства пошли на нужды животных есть. Отчетность предоставить говорить просто не успела, поскольку решает более важные вопросы. В частности, подготовку к зиме. Приют рискует остаться без электричества. Нет договора на аренду земли. Также необходимо утеплить вольер и привезти сено для подстилок. С обустройством готовы помочь добровольцы, но они отмечают, препятствуют работники. Не рассчитывая на влияние директора, волонтеры обратились в надзорные органы. Те, в свою очередь, провели проверки и выдали массу предписаний. В вольерах пол нужно сделать под уклоном, построить три новых санитарных и ветеринарных помещения, канализацию, до июня следующего года. Все это, по словам директора, на фоне основных расходов на корм и лечение выполнить просто невозможно. Я очень согласна с той частью, где написано про уход за животными. Вот с этим я 100% согласна. Я не согласна с теми вещами, которые нужно построить, куда нужно вбухать. Очень-очень много денег, которые будут мне нужны. Никогда у нас не будет ветеринарного кабинета, потому что мы как пользовались услугами клиники, так и будем. С подготовкой к зиме проблему директор обещает решить, но впереди еще одна проверка. Только уже представители регионального управления Министерства юстиции, после которой приют может попросту перестать существовать. Валерия Сремятникова, Михаил Орлов. Новости города. Сегодня ночью горела областная стоматологическая поликлиника на Чайковского. Очаг возгорания находился в одном из кабинетов первого этажа. ЧП произошло в 2 часа ночи. 15 человек спасателей оперативно справились с огнем. По данным регионального МЧС, поврежден один кабинет. Причиной могло стать замыкание электропроводки в кондиционере. Никто не пострадал. В областном Дебздраве пояснили, что материальный ущерб оценивается. Поликлиника принимает пациентов и оказывает помощь в полном объеме. Общее построение минуты молчания по трагически погибшему министру МЧС Евгению Зиничеву. Указом президента ему посмертно присвоено звание Герой России. В Ярославле сегодня должны были состояться межобластные состязания среди пожарных и спасателей газодымозащитной службы. Специально для подъема по лестнице на 25 этаж в полной экипировке приехали участники из Ивановской и Вологодской областей, а также из четырех районов нашего региона. Но из-за трагедии соревнования перенесены. К слову, все мероприятия МЧС, кроме экстренных, отменены по всей стране. В МЧС России объявлен траур. Соревнования по скоростному подъему газодымозащитников на вышележащие этажи отменяются. Мэр Рыбинска попал в ДТП. Лексус Дениса Добрякова столкнулся с отечественной десяткой. Глава города получил ушибы. Водители пассажира «Лады» госпитализировали с травмами средней стяжести. Авария произошла утром на трассе Мышкин-Рыбинск. Как написал в соцсетях Добряков, он, цитата, «выполнял маневр с выездом на встречную полосу. Была скользкая дорога и ограниченная видимость. Вины с себя не снимаю». Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Еще одна авария случилась в Ярославле. Автобус «ЛиАЗ» наехал на опору электроосвещения. ЧП произошло днем на проспекте машиностроителей. Пассажиров в автобусе было немного. Медицинская помощь понадобилась двум женщинам. Обеих доставили в больницу. Водитель, 43-летний ярославец, не пострадал. К другим темам. 18 сентября ярославцы отметят День города. 1011 годовщину со дня основания. Сегодня в мэрии Ярославля представили программу праздника. Новинки этого года – детский карнавал и фестиваль близнецов. Ярославцы смогут бесплатно побывать за кулисами первого русского, а также увидеть звезду советского кинематографа Наталью Варлей. «Спартаковец» – это будет открытый кинозал, где ярославцы смогут посмотреть фестиваль любительских фильмов, где они увидят также фильмы, которые снимались в Ярославле, где будет организован киномарафон, киноконцерт, бардмарафон. И состоится встреча с артисткой, заслуженной артисткой России Натальей Варлей. В День города будет чем заняться и детям, и взрослым. Маленькие ярославцы смогут побывать в сказке Носова «Приключения незнайки» и его друзей. Для ребят постарше пройдут соревнования по скейтбордингу, друговому самокату, паркуру и велотриалу. А всем вместе можно будет посмотреть фильмы под открытым небом, и станцевать буги-вуги, послушать джаз и даже попробовать сыграть на музыкальном инструменте. Праздничные мероприятия будут организованы более чем на 60 площадках в центральной части и во всех районах города. При этом мы исключаем из программы массовые мероприятия. Это позволит избежать значительного скопления людей в одном месте. Мы знаем, что ярославцы приходят на этот праздник целыми семьями и большими компаниями. И для нас очень важно, чтобы в этот день все пришедшие проявили сознательность и соблюдали необходимые меры предосторожности. Старт торжествам даст массовый флешмоб ровно в 13.00 на Стрелке. Его участники – несколько хореографических коллективов города. Они уже во все репетируют. Две сотни участников исполнят танец. Флешмоб станет ярким начальным аккордом праздника. С заключителями тоже будет не менее зажигателем. День города завершится по традиции праздничным салютом. В преддверии дня города у свечки по Московскому проспекту обновили фасад. Работы сегодня проверила комиссия. В ее составе – жильцы и специалисты районной администрации. Собственники не первый год жаловались на холод в квартирах и внешний вид здания. Поэтому на общем собрании жители решили исправить ситуацию. Помог фонд капремонта. На работу ушло более 10 миллионов рублей. Подрядчик снял старый слой отделки, утеплил стены, нанес шпаклевку и в завершении – краску. Два дома мы делали – 141 и 145, на котором сейчас находимся. Полностью фасад здания утеплялся. Старая штукатурка 100% отбивалась со всего здания, что было для нас проблематично. С такой высоты вот эти тонны просто раствора убрать и избить без ущерба для жителей. Ну, справились. С ребятами у нас был плотный хороший контакт. Когда проводились работы непосредственно над подъездом, они все огораживали, они следили, они подсказывали, в случае чего обходите там с той стороны. Страха не было. Ходила дочь, поэтому не переживали. Кроме этого дома, во Фрунзенском и Красноперекопском районах капитально ремонтируют еще семь объектов. Там меняют коммуникации или кровли. Работы примут в ближайшее время. В ходе выполнения работы администрация постоянно следила, контролировала с фотофиксацией. Практически у нас замечаний к подрядчику нет. И все, что где у нас появляются вопросы, они очень оперативно на это реагируют. Поэтому мы довольны выполнением работ. «Первый русский» готовится к третью сезону. В этом году зрители получат двойную порцию впечатлений. В спектакле «Забыть гирострата» откроют не только Новый театральный год, но и Международный фестиваль имени Федора Волкова. Его девиз – русская драматургия на языках мира. Марина Смарагдова узнала на каких. Ярославцам представится редчайшая возможность услышать классический репертуар русской драматургии на различных языках. Например, «Вить» на армянском, «Преступление и наказание» на венгерском, «Доходное место» на белорусском. И это еще не вся палитра. Безусловно, постановки пойдут с переводом. Все театры для ярославцев – прекрасные незнакомцы, за исключением татарского драматического, который уже бывал в городе. Самым знакомым, считают в театре, будет алма-атинский спектакль «Чайка». Он много раз в разных исполнениях у нас игрался. На самом первом фестивале был спектакль «Чайка» в постановке Юрия Соломина Малого театра. Потом были другие, из Вильнюса театр в постановке Оскара Кашуноваса. Из Японии была «Чайка», если не ошибаюсь, из Хорватии. Еще одна любопытная постановка – «Ташкентская осенняя скука». Водовиль нашего великого земляка для своего времени был новаторским. Это произведение ярославцы уже включали в спектакль «Некрасов.нет». Тем интереснее сравнение. Национальный восточный театр и спектакль по пьесе «Некрасова», как это будет совмещаться, это тоже очень интересно. Как узбекские актеры и узбекский режиссер сегодня воспринимают «Некрасова» в канун двухсотлетия «Некрасова». Так что я думаю, что это тоже будет очень интересно. «Преступление и наказание» привезет театр из Будапешта. Постановку по роману Достоевского на фестивале в прошлые годы уже показывали артисты из Хорватии. Самым зрелищным критики называют финский спектакль «Сатана прибывает в Москву». Авторы назвали его «Мистический шедевр». Ярославцы смогут увидеть постановку в режиме онлайн. Показ в культурно-зрелищном центре «Миллениум». Марина Смарагдова, Василий Мосин, Новости города. Люди всего мира отмечают 9 сентября день красоты. Мастера индустрии прекрасного традиционно демонстрируют в этот день свои лучшие достижения. И, конечно, проходят конкурсы красоты. В нашем городе после долгого перерыва снова стартует «Мисс Ярославль». Правда, не сегодня, а чуть позже. Участницы нового конкурса «Кто они?» Галина Яковлева познакомилась с некоторыми девушками. Нет такого человека, который не стремился бы к красоте. Но как достичь этого, если твоя жизнь – бесконечный трудовой ритм и нет возможности лишний раз посмотреть в зеркало? Вот здесь и приходят на помощь настоящие мастера. Именно их таланты помогают раскрыть красоту внешнюю и внутреннюю, увидеть себя в новом облике. 20-й век стал поистине революционным в сфере косметологии. Любая девушка, женщина при помощи макияжа может подчеркнуть незаметное на первый взгляд достоинство, а то и сделать из себя настоящую красавицу. А вот для участия в конкурсе работать над собой приходится гораздо больше, и девушки находят на это время. Постоянные фотосессии у меня. Также с 15 лет я была преподавателем по фотопозированию и дефиле. Я еще учусь на третьем курсе в Российском государственном университете имени Павла Григорьевича Демидова. Факультет социально-политических наук. Учусь на организаторе работы с молодежью. Чтобы привлекательно выглядеть, недостаточно просто взять в руки помаду или косметический спонжик. Нужно вести активный образ жизни и иметь разносторонние интересы. Моя сфера деятельности связана частично с красотой. Я тренер по художественной гимнастике. Работаю с детьми достаточно большое количество времени. И также я люблю заниматься танцами. Рисовать, петь, прогулки, путешествия, узнавать что-то новое. Когда создание прекрасного – основное занятие в жизни, шансы на успех в конкурсе повышаются. Поэтому больше уверенности у тех, кто сам создает стиль. Я занимаюсь макияжем и прическами. То есть я, по сути, свадебный стилист. Готовлю невесту. Для меня близка сцена. Я часто участвую в показах. В этом году за звание «Мисс Ярославль» будут бороться 18 девушек. Конкурс пройдет в формате реалити-шоу. Нет цели показать только внешнюю красоту. Мы показываем как раз-таки все сразу. И творческий потенциал человека, и внешний, и внутренний. Быть красивой – это здорово. Но для любой девушки главное в жизни все-таки личное счастье. Когда найдется человек, который будет любить тебя просто за то, что ты есть. Этот жизненный этап у девушек еще впереди. Галина Яковлева, Евгений Симоненко, Новости города. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала. О событиях четверга вместе со мной Юлией Тихомировой рассказывают корреспонденты информационной службы. Сегодня стали известны победители ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города». В этом году в нем приняло участие 40 организаций. В два раза больше, чем в прошлом. Увеличилось и количество номинаций. Их 14. Награждение состоялось в Большом зале мэрии Ярославля. Конкурсанты представляли все сферы производственной деятельности. Первым на сцену пригласили директора публичного акционерного общества «Славнефть» Янос Николая Карпова. Предприятие стало победителем сразу в двух номинациях. «Лучшее в отрасли» и «За благотворительную деятельность». Завод введен в эксплуатацию в 1961-м. И в этом году празднует свой 60-летний юбилей. «Славнефть» Янос сегодня до почти 5 квадратных километров территории, более 50 технологических объектов и 3,5 тысяч профессиональных сотрудников. Гигант нефтехимии является признанным флагманом отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и занимает почетное третье место среди НПЗ России по объему переработки нефти – около 15 миллионов тонн в год. С момента пуска Новый Ярославский НПЗ был и остается активным участником социальной жизни Ярославля и Ярославской области. Являясь одним из крупнейших налогоплательщиков и благотворителей в регионе, ПАО «Славнефть» Янос поддерживает и реализует самые востребованные и яркие проекты в области здравоохранения, социально-экономической, природоохранной, образовательной и культурной сферах. Год от года популярность конкурса «Лучшее предприятие города» растет, увеличивается количество номинаций, участников и, конечно же, мы все вместе радуемся таким серьезным достижением. Город Ярославль являлся, является и будет всегда являться городом промышленным. В числе победителей конкурса «Лучшее предприятие города» – Ярославский филиал компании «Балтика». Сегодня завод производит около 40 видов продукции. Высокое качество отмечено наградами различных российских и международных конкурсов. Сотрудники завода принимают активное участие в социальной жизни Ярославля и городских праздниках. Кто-то частично работал из дома, кто-то ни на секунду не покинул рабочее место привычное. В первую очередь, каждый сотрудник, который выполнял свои функции, есть основа нашей эффективности. В регионе напечатают более миллиона бюллетеней для голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. Часть их из типографии уже начали развозить по территориальным избирательным комиссиям. Не позднее, 15 сентября, бюллетени поступят на участки под охрану. Для избежания подделок на каждой нанесена защитная сетка. Отмечу, что для дополнительной защиты в тиках на бюллетени наклеят специальные марки. У нас определены члены избирательной комиссии, ответственные за контроль и передачу бюллетеней. Они обязательно производят частичную выборочную проверку, для того, чтобы посмотреть, как упакованы бюллетени, совпадает ли число бюллетеней при отправке. И затем управление специальной связи по Ярославской области осуществляет доставку бюллетеней в тики. И в продолжение темы выборов. Часть школьников 17 и 18 сентября не сядут за парты. Для них будут организованы экскурсии или соревнования. Избирательные участки будут развернуты в большинстве школ региона. 281 сообщили городскому телеканалу в региональном департаменте образования. Если есть возможность развести потоки, организовать отдельный вход для избирателей, выделить отдельные помещения для голосования, удаленные от классов детей, тогда учебный процесс не прерывается. В любом случае, вопрос решают муниципальные власти. На руководстве школы проинформируют родителей. И о спорте далее. Шесть столов для настольного тенниса и автоматическое оборудование для игры в бадминтон для ФОКа «Олимпийц». В Ярославле продолжается обновление материальной базы детских спортивных учреждений. Сегодня новое оборудование более чем на 800 тысяч вне бюджетных рублей поступило в один из залов школы Олимпийского резерва. Самая дорогостоящая автоматическая пушка для баланчиков и аппарат для натяжки струн на ракетке. Новинки нужны всегда, говорят тренеры. В учреждении настольным теннисом и бадминтоном занимается около 350 воспитанников. При их взаимодействии по нашей заявке было приобретено необходимое оборудование, которое у нас всегда в принципе не хватает, потому что мы сейчас снимаем в этом зале. У нас еще другие точки, где работа с детями ведется. Куб было приобретено нам шесть столов, качественных очень. Всего в этом году управлению по физкультуре и спорту у мэрии удалось привлечь 2 миллиона вне бюджетных рублей. На них закуплено разное оборудование для спортшкол. До конца года планируют найти еще миллионы. Всегда есть потребность в оборудовании уршкол. Соответственно, мы стараемся помогать и муниципальными программами, и областными, и федеральными программами. Но всегда эта потребность выше. И мы приняли решение, что сами также будем выходить на диалог со спонсорами и реализовать, и уменьшать эту потребность, чтобы дети занимались в комфортных, хороших условиях. Время рубрики «Ярославская история». Слово автору Сергею Муравьеву. Потрясающая новость! В магазине «Мир мужчин» скидка до 50% на все. Стильные костюмы. Двойки и тройки. Огромный выбор курток и пальто. Универмаг Ярославль, второй этаж. Есть в Ярославле две улицы, носящие имена видных деятелей февральской и октябрьской революции, чьи судьбы напрямую связаны с нашим городом. Оба погибли в первый день июльского антибольшевикского восстания 1918 года, которое принято называть белогвардейским мятежом. Это Семен Нахимсон и Давид Заггейм. Уроженец Гродненской губернии Давид Соломонович Заггейм примкнул к революционному движению в 18-летнем возрасте, за что был арестован, правда, за недоказанность и улик, выпущенность тюрьмы. После этого он на время рвется революционерами и переезжает в Ярославль, где работает простым часовщиком. В 1915 году в городе находилось 7 тысяч евреев-беженцев. Вокруг Заггейма формируется своеобразный кружок, который после февраля 1917 года превращается в Ярославскую группу Бунда Всеобщего Еврейского Рабочего Союза в России и Польше. Далее Давид Заггейм со товарищей примыкает к большевикам. После октябрьского переворота он становится председателем Ярославского исполнительного комитета. Интересный факт. Вскоре на него заводится дело по обвинению в присвоении им конфискованных драгоценностей. А губы с полком даже исключают его из числа членов губернского съезда. 6 июля в Ярославле под руководством полковника Перхурова вспыхнул антибольшевистский мятеж. Руководители восставших имели на руках списки самых активных большевиков и поэтому сразу пришли в дом на Большой Рождественской улице, ныне Большой Октябрьской, где и проживал Давид Заггейм. Председателя Ярославского исполкома вывели на улицу и расстреляли. В июле 1927 года по предложению естественно-исторического общества Ярославля одна из улиц Красноперекопского района была названа в честь Давида Соломоновича Заггейма. И о погоде. В самом северном городе страны Певеки минус один и снег. В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае ночью и утром ожидаются заморозки. В Хакасии и Тыве обещают сильный дождь с ветром, грозу и град. В центр страны пришло потепление. Достаточно комфортная погода. А что в Ярославле завтра? В эфире прогноз погоды. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. В пятницу в Ярославле ожидается переменная облачность. Ночью синоптики обещают дождь, не исключенные осадки и днем. Подробности далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточная система, профильные трубы. Металлопров 338-339. В пятницу ночью в Ярославле облачно, дождь, температура 9 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду, влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В пятницу днем в Ярославле облачно, временами небольшой дождь, температура 16 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду, влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Жилой комплекс подсолнухи. Дом подходит к завершению. Идет остекление балконов. Успейте купить квартиру от застройщика. Светлояр. 2888-00. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. До свидания. В динамично развивающуюся компанию «Мясной гурман» на постоянную работу требуется продавец в Тонар. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, сменный график работы. Подробности по телефону 8-910-926-0304. Через мгновение на городском телеканале заключительная серия художественного фильма «Мое второе я». Приятного просмотра. И у меня на сегодня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во ВКонтакте, Фейсбуке и Инстаграме. В студии работала Юлия Тихомирова. Хорошего вечера и до встречи.